Резонансное происшествие произошло в феврале этого года. 14-летняя девушка из Новоалтайска погибла, надышавшись газом для зажигалок. Ранее подобная трагедия произошла в Барнауле в 2015-м. Тогда скончался мальчик. И подобных случаев по всей стране десятки. Мальчик говорит, что он думает, что у него последние слова были, и я умираю. А это 2011-й. Сюжет одного из федеральных телеканалов. Девочка-подросток в Барнауле выпила жиженный газ из зажигалки. Исход смерти. Официальный газ из зажигалок не относится к наркотическим веществам. Но, оказавшись в распоряжении подростков, объясняет один из инициаторов принятия нового закона, он нередко становится причиной трагедии. Он вызывает токсическое опьянение. Тоже самое дурманящее воздействие. Но как-то в последнее время здесь пул вот таких детей стал нарастать. И к нам обратился даже следственный комитет, потому что они зарегистрировали серьезнейшие осложнения. Новый краевой закон призван запретить продажу несовершеннолетним баллонов, содержащих углеводородный газ. По аналогии с принятым ранее о снюсах, число трагедий, по мнению парламентариев, должно снизиться, а пагубное пристрастие постепенно сойти на нет. Параллельно с этим в ЗАГС-собрании разрабатываются документы запрета продажи детям энергетиков. По мнению депутатов, они также наносят серьезный вред здоровью. Смертельных случаев пока не зарегистрировано, но это лишь вопрос времени, уверены эксперты, и потому сработать нужно на опережение. Обе законодательные инициативы на суд общественности представлены до 6 октября. А это значит, что до этого времени любой житель региона может поделиться своим взглядом на проблему и внести предложения в законы. Оставить свои предложения можно в разделе «Общественных обсуждений» на сайте АКЗС. Принять их предполагают на одной из октябрьских сессий. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.